Этот осколок появился вовремя. Просто по нему можно было. До этого он не являлся. Почему? Потому что не было никаких движений в сторону восстановления Саровской колокольни. Сейчас это просто подсказка нам сверху о том, куда идти. Этот обломок почти век хранился в семье Саровчанки. Его края покрыты многолетней патиной. Это говорит о том, что он был отлит давно. По расположению орнамента и валиков Глеб Комаревский определил, от какой именно части колокола он откололся. По архивам выяснил, что раньше он был частью Саровской звонницы. У нас большие колокола были только в Саровской пустыне. Когда посмотрели архивы, там был колокол. По хомеев колокол, 86 пудов, это 1400 килограмм. С короной он будет где-то, наверное, метр 65-метр 70. То есть в человеческий рост он колокол. Это шестой по величине колокол Саровского ансамбля. Восстановить его размеры можно, не заглядывая в архивы. Для этого достаточно провести несколько измерений. Это взять длину хорды и высоту сегмента. И по их соотношению прямо в интернете, в онлайне можно вычислить радиус и, соответственно, диаметр колокола на уровне скола. От него толкнуться и найти нижний диаметр. Мастер православной гимназии Глеб Комаревский знает о колоколах всё. И это не первая реликвия, которая попадает к нему в руки. Обычно находки ему передаёт духовник гимназии протеерей Владимир Кузнецов. Однажды из пункта приёмов турмета принесли язык колокола. Ещё один обломок был поднят из болота. Мы надеемся на то, что наши прихожане и вообще верующие люди будут приносить к нам в храм. И мы будем их тоже выставлять как такие исторические и духовные ценности. Каждую находку тщательно изучают. По архивам специалисты восстанавливают информацию о месте нахождения колокола, а также когда и где он был отлит. Елена Грыскова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.